Дмитрий Леонидович, вы были докладчиком на пленарной сессии железнодорожного салона. О чем шла речь? У меня тема доклада была представить проект повышения пропускной способности железных дорог за счет инфраструктуры. То есть по большому счету идея проекта в том, что каким образом за счет того, что внедрить новые технологии в ремонт инфраструктуры и ее содержания, можно добиться мультипликативного эффекта и повысить пропускную и провозную способность. Потому что все-таки основная задача любой железной дороги, российских железных дорог, это обеспечить перевозку груза. И как правило считается, что инфраструктура это некий центр затрат. А вот мы разработали проект совместно с РЖД, который показывает, что даже при формировании затрат на ремонт и на содержание инфраструктуры, можно в конечном итоге получить экономический эффект за счет того, что повышается пропускная способность и перевозчик может больше заработать средств и при этом сэкономить сенсационные расходы. Вот эта идея была моего выступления. Как встретили участники? Ведущим был задан, скажем так, лейтмотив нашего обсуждения и присутствующие коллеги проголосовали интерактивно, что действительно на вопрос, а что же будет драйвером дальнейшего развития железнодорожной инфраструктуры, они сказали, что новые технологии. 84% респондентов подтвердили присутствующих, что это именно то, на что нужно обращать внимание. Соответственно, я думаю, что все-таки наш проект, который не просто является прожектом, вот чем разница прожект и проект. Прожект это еще в будущем, а проект это то, что уже реализовывается. И очень важно, я попытался очень коротко коллегам рассказать, что мы уже в этом году первый этап реализовали, однозначно подтвердили те эффекты, которые заявлялись от внедрения наших технологий и наших машин, и рассказал о будущем. И причем наш коллега из центральной дирекции по ремонту пути, который нас поддерживает, мы вместе очень плотно работаем, это наш основной заказчик, они подтвердили, что да, действительно, они реально эти эффекты видят. Вот нам это очень важно, чтобы именно заказчик получил удовлетворение и реально получил, что у него есть экономия в расходах именно у заказчика. А что значит первый этап, что реализовали? На самом деле мы с РЖД договорились о поэтапном внедрении технологии. Мы на первом этапе опробировали технологию скоростной очистки балласта. То есть это в отличие от существующей технологии нам удалось в одну цепочку собрать на сегодняшний день две наиболее высокопроизводительные машины по щебнеочистке и по непрерывной выправке пути. Но результат, как я уже говорил, себя оправдал и что немаловажно, мы показали на сегодняшний день лучший в мире результат по щебнеочистке и наша отечественная машина, полностью отечественной разработки, она в книге рекордована как самая высокопроизводительная машина. То есть такими компетенциями немногие страны обладают по производству таких машин. И, конечно, приятно, что конструктора и производственники на Тульской земле смогли сделать вот такую машину. Это первый этап был, который абсолютно не просто зафиксирован рекорд. Это было не испытание, это был не опытный полигон, это было реальное производство работ на реальном участке, где реально ходят поезда. Мы показали вот этот результат. Ну а, соответственно, дальше будем двигаться в 2022-2023 году по тому плану, который мы совместно с коллегами с РЖД наметили. А здесь на выставке что представили, какую технику? На выставке мы здесь представили первую машину, которую в ближайшее время передадим заказчику из линейки новых машин. Мы в этом году выпускаем 6 абсолютно новых машин на рынок. Такое, ну, наверное, за последние 10-20 лет, наверное, такого не было. И вот первая машина – это снегоочиститель, который в себе в две функции совмещает. Это непосредственно очистку снега на перегоне по принципу тарана и пневмообдув – это для станционных путей. Это первая машина из шести, которых мы презентуем. Плюс мы привезли показать уникальный, мы считаем, и не побоюсь этого слова, абсолютно уникальный рабочий орган машины для замены рельсовых плетей. Такого аналога в мире нет ни у кого. Это машина, которая не просто заменяет плети, но еще и по высокой скорости позволяет нагревать их и вводить в тот температурный интервал, который задан. Тем самым экономя, опять же, эксплуатационные расходы и, самое главное, обеспечивая безопасность движения. То есть после такой машины без вмешательства человека гарантировано, что путь будет соответствовать всем требованиям, которые к нему предъявляют. И, соответственно, нет опасности получить так называемый выброс и при этом сход подвижного состава. И плюс мы показали живой модуль машины МПВ. Посыл мы знаем. У нас государство должно быть социально ориентировано. И мы постарались в это учесть. И при проектировании машины современной мы постарались сделать для машинистов максимально комфортные условия. И нам не стыдно, что наш живой модуль, он соответствует, на мой взгляд, лучшим аналогам пассажирских вагонов, которые тоже здесь представлены, которые предоставляются для пассажиров. Вот это три наших основных технических экспоната, которые здесь представлены. Кто эти люди, которые делают это все? У нас очень, на мой взгляд, сильное конструкторское бюро, которое больше ста человек у нас. Причем конструктора есть и опытные конструктора с большим опытом работы, есть и молодежь. То есть это генератор наших идей. И потом, которые эти идеи воплощаются в конструкторскую документацию. Безусловно, это коллектив завода тоже «Удурмаш», который старейшее предприятие транспортного машиностроения в России. И свою историю уже больше 150 лет ведет. И, конечно, коллектив вот этого завода, он воплощает то, что новые идеи от конструктора переходят уже непосредственно на производство. И, соответственно, мы в конечном итоге имеем те продукты, которые мы готовы предоставлять нашему заказчику. Причем не только на российском рынке, но и на международных рынках. Тулаз Желдурмаш входит в научно-образовательный центр мирового уровня Тулаттех. И вот направление деятельности в рамках этого центра, оно какое? Была поставлена задача в рамках национального проекта «Наука» создать несколько научно-образовательных центров мирового уровня. И субъекты федерации был конкурс, который Миноборнауки проводила. В Тульская область конкурс этот выигрывала. И, соответственно, у себя создала вот этот научно-образовательный центр мирового уровня Тулаттех. Мы там активные участники, и мы являемся частью программы работы этого комплекса. И как раз в рамках работы этого центра реализуется проект, который я сегодня предоставлял. То есть повышение пропускной способности за счет новых технологий в инфраструктуре. Казалось бы, где администрация, где завод и где инфраструктура. Но когда это все объединяется на одной площадке, плюс «Наука», плюс «Мы» как производственники, плюс «РЖД» как заказчик, вот в результате рождаются продукты, которые мы сейчас видим, и которые позволяют выполнять задачи, которые ставятся и правительством, да и жизнью ставятся, когда мы должны, по сути, инфраструктуру развивать опережающими темпами. В Тульской области вы единственные железнодорожники. Как участвуете в жизни области? У нас очень тесные связи и партнерские отношения с администрацией города и с администрацией области. Мы помогли совместно реализовать проект по строительству бронепоезда, то есть практически по восстановлению бронепоезда. Это дань памяти нашим предкам, которые выиграли и дали нам жизнь фактически. Мы возле завода управления, у нас неплохой памятник, тоже посвященный, значит, Великой Отечественной войне, который мы поддерживаем. Мы стараемся участвовать в общественной жизни города, и те инициативы, которые реализуются и в городе, и в области, мы однозначно поддерживаем. Причем такие, как субботник, они не требуют никаких финансовых вложений. Есть вещи, которые где-то необходимы, небольшие финансовые вложения. Мы на это идем, потому что это наша земля, где мы работаем. И поэтому мы фактически делаем это не для администрации, мы делаем это сами для себя, потому что у нас там люди работают, у них семьи соответственно. Возвращаясь к деловой повестке железнодорожного салона, с кем встречались? Возможно, с кем-то подписали какие-то интересные проекты? Вообще, как настрой деловой? Ну, вообще, деловой настрой, несмотря на то, что, казалось бы, визуально, по крайней мере, общая такая программа, она несколько уменьшена по количеству экспонатов, на самом деле. А вот посетителей, ну, по крайней мере, нашего павильона, мы вот, у нас есть с чем сравнивать, сравнить, там, допустим, с прошлой выставкой, стало не меньше, а больше. Нам удалось переговорить и найти принципиальную договоренность с казахскими железными дорогами. У нас был заместитель, руководитель, председатель управления. И его очень заинтересовала работа наших машин и возможность взять у нас услугу по щебнеочистке, по работе с выправочными комплексами. Мы провели переговоры о дальнейшем сотрудничестве потенциальном с компанией Жейсмар. Мы знаем, это глобальный производитель, назовем так, легкой путевой техники. И нашли общее понимание, где мы можем посотрудничать. Мы проговорили с нашими партнерами с Кировского завода, которые тоже здесь представлены. И тоже делают уникальную технику. Договорились о дальнейшем сотрудничестве и понимании даже на несколько лет вперед. Ну, безусловно, наш заказчик основной, это РЖД, структуры различные. Причем тут с РЖД даже не столько переговоры купи, а наоборот, у нас посвящено было на то, как улучшить. То есть вот мы слышим, что хочет заказчик и, безусловно, стараемся то, что мы можем ему предложить. Вот это было посвящено общению с заказчиком ключевым. А вот с внешним миром больше именно реализовать технологии, которые у нас есть. И очень приятно, что коллеги с казахских железной дороги, белорусских железной дороги, они этим заинтересованы. И я надеюсь, мы в дальнейшем будем сотрудничать так же, как и с российскими железными дорогами. Ну, а в целом атмосфера мероприятия как вам? Атмосфера мероприятия, я считаю, традиционно деловая, потому что мы не первый раз на таких выставках. Это с одной стороны. А с другой стороны, она более открытая, потому что вот в пандемийный период, когда люди все-таки привыкли закрываться, ходить в масках, мы общаемся с партнерами посредством ВКС. А вот когда есть возможность живого общения, пусть даже это не приведет к заключению контрактов, дело не в этом. Дело в том, что действительно пообщаться, и мне кажется, посетители, участники стараются, даже если ему это по большому счету не интересно с точки зрения его внутренних каких-то бизнесов, логистики, прийти просто посмотреть и с людьми пообщаться, это здорово, конечно. И вот это, на мой взгляд, отличает от предыдущих, когда было больше делового, а сейчас такое больше открытое, живое общение, тем более здесь, по сути, за счет того, что защитились посредством проведения тестов, фактически здесь сделали бесковидную зону, которая сейчас вот так модна, и можно спокойно ходить и общаться без масок. Это здорово, конечно. Дмитрий Леонидович, желаю процветания вашей компании. Большое спасибо. Дмитрий Леонидович, желаю процветания вашей компании.